Приветствую вас, и вы знаете, я не соглашусь по столу со своими коллегами, которые говорят о том, что обязательно нужно благодарить мужчину за вечер, который он вам устроил. Дело в том, что у многих мужчин, ну уж по крайней мере какая-то их часть, вежливость воспринимают как, знаете, дистанцию, то есть вежливость это обнажает невидимая стена. То есть когда человек вежлив, он не пускает другого к себе ближе, не пропускает его, и мужчина при определенных обстоятельствах может такую вашу вежливость воспринимать как, знаете, как что-то негативное. То есть ему будет неприятно, что вы отдаете предпочтение такой вот формальности. Ему будет неприятно, что вы предпочитаете благодарить человека, предпочитаете выращать благодарность, хотя он может хотеть от вас чего-то другого. Например, поцелуи, например, там, чего-ничего-либо еще и так далее. И в этом случае, в зависимости от того, насколько у вас близкие отношения, насколько вы плотно взаимодействуете, я бы хотел вам пояснить следующее. Вербальная связь, то есть речевая, речевое общение, полезна и уместна на том уровне, который вы описываете только в том случае и тогда, когда люди находятся на стадии знакомства друг с другом. Если у вас первое свидание, например, там, первый вечер, может быть, второй, третий вечер, в зависимости от того, как быстро развиваются ваши отношения, Конечно, в этом случае можно и нужно человека поблагодарить, это будет правильно. Но если вы, например, допускаете в отношении друг друга такие поведенческие модели, как объятия, поцелуи, прикосновения нежные и так далее, То в этом случае подобное уже неуместное. В этом случае данное проявление вежливости, данное проявление этикета является неправильным, потому что мужчину это, как я уже говорил, обещает. В этом случае, если вы хотите поблагодарить человека за то, что он для вас сделал, нужно, желательно выразить это как-то иначе. То есть, благодарность можно выразить, например, именно после того, как вечер закончился, да, Пройдите к нему, страстно обнимите его, прижмитесь к нему и поцелуйте. Крепко, крепко, крепко. А потом просто посмотрите на него. Мужчина, скорее всего, не будет осчитать от вас подобной реакции, он спросит, что с тобой, за что так, или что-то вроде этого. И вы скажете, что это вот, ну, в общем, что вы прекрасно провели время. То есть, можно изменить фразу, да, не говорить спасибо за приятный вечер, а говорить, что я прекрасно провела время. Например, например, в этом случае мужчине будет приятно. То есть, понимаете, многое, очень многое зависит от того, насколько вы близки с человеком. Если вы с человеком близки, на достаточно, ну, коротком, простой жанре, то это уже будет лично. А если на относительно дальнем, когда у вас отношения еще, ну, такие не очень близкие, то в этом случае, конечно же, нужно его благодарить. И внимательно следите за тем, вы внимательно следите за тем, как мужчина реагирует на это. Как мужчина, ну, как бы, воспринимает то, что вы его не говорите. Если видите, что ему, например, неприятно это, если видите, например, что ему не нравится то, что вы говорите, значит, он хочет какой-то другой реакции. Значит, возможно, в этом случае, если человек вам дорог, необходимо постараться как-то иначе выразить вашу благодатность. Как, я, в принципе, уже сказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok